Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер. После того, как в 11 главе Евангелия от Матфея говорилось о мире, в 12 главе с 1 стиха сказано, что даже если мы не соблюдаем правила и установления, то когда мы в затруднительной ситуации, Бог всегда спешит нам на помощь, являя Свою милость. Можете ли вы этому поверить? Несмотря на то, что вы не все делаете правильно, когда вы просите у Бога помощи, Бог всегда помогает вам. Это не значит, что Он будет закрывать глаза на ваши грехи. Это значит, что Он на какое-то время все отложит, поможет нам, а потом снова возьмется за наше воспитание. И если вы что-то сделали неправильно, то вам не нужно скрываться от Бога, испугавшись Его гнева. Не бегите от Бога. Бегите к Богу. И, пожалуйста, если у вас сейчас неприятности, если, слушая эту программу, вы понимаете, что вам нужен Бог, но полагаете, что Он вам не поможет или накажет, то это неправда. Это ложь дьявольская. Вам просто нужно сказать, «Боже, прости меня, я испортил свою жизнь, помоги мне». Обещаю, Бог вам поможет. Бог вам поможет. Аминь. Итак, с первого стиха, здесь говорится, «В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его проголодались и начали срывать колосси и есть. Они были голодны и ели зерна. Фарисеи, увидев это, думаю, дьявол – самый главный фарисей. Сказали им, «Посмотрите». Не правда ли глупая техника дьявола? «Посмотрите, посмотрите, что они делают». Дьявол не только будет указывать вам на ваши дела, но и на дела других людей. «Посмотри, ученики твои делают, чего не разрешено делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда проголодался сам и те, кто его сопровождал? Он вошел в Дом Божий и ел хлебопредложения, о которых не разрешено было им есть». Это нормально. Были правила, запрещающие делать это, и этим правилам они обычно следовали. Но тут вдруг у учеников появилась нужда, и Бог сказал, «Забудьте про эти правила, у вас нужда, и я помогу вам». Почему? Потому что милость больше чего бы то ни было. Бог милостив и хочет милости от нас. Здесь есть люди, которым нужно принять для себя Божью милость. Вам не нужно быть к себе жестокими. Расслабьтесь. Прекратите считать. И просто скажите, «Бог не злится на меня. Неудачник – это не про меня. Бог не разочаровался во мне. Я не обманул его ожиданий. Знаете почему? Бог знает, чего от вас ожидать. Бог не такой, как тот тренер, который выпускает маленького мальчика играть в бейсбол. Команда выигрывала до тех пор, пока маленький мальчик не ударил по мячу в девятой подаче и промазал, отчего команда проиграла. И поэтому тренер разочаровался в маленьком мальчике. И прежде чем вы стали играть, Бог уже знал, что вы промажете. Аминь. Разве вы не чувствуете, что вам нужно немного расслабиться? Спрошу вас, а сколько раз вы проштрафились? А сколько я? Если вы составите список своих слабостей и неудач, то какой длины он будет? Может, ваша семья и друзья добавят в него еще, и он станет длинней? Жутко и представить. Но вот радостная новость. Бог хочет, чтобы вы перестали считать. Аминь. Бог хочет, чтобы вы перестали считать. Что происходит, когда у вас неприятности? Зачитаю вам историю о человеке, который упал в яму. Был человек, который упал в яму. Чувства говорят ему, «Я чувствую, что ты внизу, в яме». Логика говорит, «Это логично, что кто-то должен был упасть в эту яму». Фарисей сказал, «Только плохие люди падают в ямы». Математик просчитал, как именно тот попал в яму. Журналист захотел узнать то, как именно этот человек попал в яму. Фундаменталист сказал, «Ты заслуживаешь этой ямы». Кальвинист сказал, «Если бы был спасен, то никогда бы не попал в эту яму». Армянианин сказал, «Ты спасен, но все равно упал в яму». Харизмат сказал, «Просто провозглашай, что ты не в яме». Реалист, проходя мимо, сказал, «Да, брат, это яма». Геолог обратил внимание на горную породу в этой яме. Работник налоговой службы поинтересовался, заплатил ли тот налог за яму. Ревизор спросил, «Есть ли у того разрешение находиться в яме?» Страдалец сказал, «Это еще ничего. Видел бы ты мою яму». Оптимист сказал, «Все могло быть хуже». Пессимист сказал, «Все будет еще хуже». Иисус, увидев человека в яме, просто нагнулся и достал его из ямы. Люди могут выдвигать теории, почему у нас проблемы. Говорить, что мы сами виноваты, что попали в яму, и что мы никогда не выберемся оттуда. Иисус же просто нагнулся и вытащил нас из ямы. Аминь. Если мы пытаемся жить по закону, то он потребует от нас отчета. Сколько ошибок я совершила? Сколько добрых дел сделала? Как я могу молиться об этих ошибках? Сколько я молюсь? Сколько глав Библии читаю? Я этим занималась, думаю, вы тоже. Я услышала в проповеди, что нужно молиться как минимум час в день. И каждый раз, когда я не соблюдала это, винила себя в том, что не делала того, что должна была. Это кому-то знакомо? Иисус сказал своим ученикам, «Можете молиться со Мною один час». Это, без сомнения, прекрасно и полезно. Но вы не можете ставить людей под этот закон. Я не могу обращаться к вам с кафедры, что вы должны молиться по часу в день. И не спрашивайте меня, сколько молюсь я, потому что я вам этого не скажу. Вы спросите, почему? Потому что не хочу, чтобы вы пытались повторять за мной. И потом, я сама не знаю, сколько я молюсь. Но было время, когда я могла бы вам это сказать с точностью, потому что записывала это каждый день. У меня был план чтения Библии, и по нему, читая по шесть глав ежедневно, вы прочитываете Библию за год. И я ставила там галочки. Я читала быстро и даже не старалась ничего запомнить. Мне нужно было только поставить галочку. И я гордилась своими успехами. Я приклеивала его на дверцу холодильника на кухне, так, чтобы все проходящие спрашивали, «А что это?» «О, я прочитываю Библию за год. О, я так гордилась собой». Когда я проходила мимо этого календаря, все во мне ликовало. Но так получилось, что я задолжала 36 глав. И когда я заходила на кухню, то пыталась пробежать мимо. Да, я считала все. Я раньше считала всех людей на служении. Я считала их не сама, но в конце каждого служения я хотела знать, сколько человек присутствовало. Сколько, сколько, когда? И Бог запретил мне это делать. Давид сосчитал свой народ, чем навел на всех проклятия. Бог не хочет, чтобы мы все считали. Почему Давид сосчитал людей? Он хотел узнать, сколько у него воинов, чтобы победить в сражении. Бог не хотел этого, потому что Он для нас больше всего и всех. И не важно, читаю я по 10 листов из Библии каждый день или только один стих. Главное, ведет ли нас Святой Дух и учимся ли мы чему-то. И не важно, молюсь ли я 5 часов в день или только 10 минут. Главное, результат. Сделали ли мы, что было нужно? Следовали ли мы за Святым Духом? Отсюда приходит свобода. Слава Богу! Мне не нужно быть такой, как вы, а вам такой, как я. И не только это. Мы не должны говорить другим, сколько и чего мы делаем. Я отрабатываю то, что должен. Вот что я вам скажу. У меня на протяжении 13 лет была маленькая собачка. Ее звали Герцогиня. Мы были вынуждены ее усыпить 10 дней назад, что для меня было тяжело, но при жизни она время от времени какала на пол. Что случалось нечасто, но бывало. Обычно, почему она это делала? Это происходило, как правило, тогда, когда она была рассержена. Кто-то со мной? У нас, как правило, зловонное поведение, когда мы рассержены. Вы что-то неактивно реагируете. Хорошо. Она опускала голову и пряталась, пока не слышала мой любящий голос. «Иди сюда». «Ну, иди сюда». То же самое Иисус говорит в Евангелии от Матфея 11, 28. «Приходите ко мне». «Придите ко мне». Мы порой себя ведем не лучше, чем моя собачка. Но как только я говорила «Иди сюда», в тот момент, когда она слышала эти слова, у нее уже не оставалось ни грамма вины. Она снова начинала играть, оставив мне за ней убирать. Вот такая история. И это для нас хороший пример. Когда вы попадаете в шторм, то ваше поведение сопровождает не лучший запах. И тогда вы прячитесь от Бога, потому что думаете, что Бог на вас злится. Но услышите Его голос. «Придите ко мне. Придите». Вам нужно сразу стряхнуть свой страх. Нет больше вины. Нет осуждения. Бог меня любит. Бог меня любит. Я буду радоваться, оставив Ему убирать за мной. Мне это нравится. Аминь. Если я испачкаюсь, то беру пятновыводитель и брызгаю на это пятно. Послушайте, у нас есть то, что намного лучше всяких дезодорантов нейтрализует наше зловоние. У нас есть кровь Христа. Она отлично очищает нас. Она смывает всякую вину. Что вы дадите Богу, чем отплатите за свои ошибки? Отплатите чувством вины и отдадите радость жизни? Испытываете ли вы вину, когда отдыхаете или веселитесь? Я это проходила. Всякий день, когда я вела себя далеко не совершенно, я испытывала чувство вины. Я полагала, что не могу себе позволить какую-либо радость, потому что думала, что не заслуживаю ее. И это огорчало Бога. У Бога есть все, что нам нужно для полноценной жизни. Бог предоставил нам все, что необходимо нам для достойной жизни. И, как я сказала этим утром, мне нравится то, что сказал апостол Павел в третьей главе послания филиппийцам. «Ибо я стремлюсь завладеть всем тем, для чего Иисус Христос умер и завладел мной». Бог поместил нас во Христе с целью. Он это сделал для того, чтобы дать нам достойную жизнь. Нам открыта жизнь Божья. И в момент, когда вы принимаете Христа, вы принимаете вечную жизнь, которая не только приведет вас на небо после смерти, но и на земле Бог дарует вам полноценную жизнь. А это значит праведность, правильное положение перед Богом, мир и радость во Святом Духе, а также возможность быть победителями. Есть один прекрасный пример. В Божьем Слове есть много прекрасных примеров, но я поделюсь с вами одним. Тем, что меня коснулось. Иаков – прекрасный пример Божьей милости. Это также пример того, как вы должны стремиться получить эту милость. Вы должны перешагнуть через ложь дьявола. Вы должны перешагнуть через вину и осуждение и сказать, «Если кто-то может быть благословен, то и я могу, потому что все, как и я, несовершенны». Вы скажете, «О, вы не понимаете, я наделал больше глупостей, чем кто-либо». Если вы перережете электрический провод в пяти местах или даже в тысячи, то света не будет. Если же вы перережете только в одном месте, света тоже не будет. Так что, если мы согрешили один раз или тысячу, то мы этим перерезаем провод между нами и Богом. И Иисус Христос нам нужен, чтобы восстановить этот провод и вернуть свет. Вот почему вам не нужно считать. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Нет ни одного праведного. Ни одного. Но все стали праведными с Богом через кровь Иисуса Христа. Завтра у нас будет семинар о праведности. Праведность и понимание, кто вы во Христе, даст вам духовную победу. Если вы хотите держать дьявола под своими ногами, то познавайте, кто вы во Христе. Научитесь быть смелыми в этом мире. Перестаньте быть внизу. «О, брат, меня атакует дьявол». Бог, в конце концов, сказал мне, если ты будешь наступать на дьявола, то он не сможет тебя постоянно атаковать. Нам нужно занимать более активную позицию. Быть не дерзким, но дерзновенным. Иаков был ловок в мошенничестве и хитер с момента своего рождения. Он был один из двойней, и у него был брат Исав. Когда Исав только родился, Иаков родился вслед, держась за пятку Исава, словно говорил, «Подожди, я хочу вперед, я хочу быть первым». Начиная с 25 главы книги «Бытие» и вплоть до 32 главы рассказ о том, как Иаков делал одну глупость за другой. Он все получал через обман и жульничество. Он подстерег своего брата в поле, когда тот очень хотел есть. В то же время у Иакова была чечевичная похлебка. Исав же был очень голодным. Иаков сказал, «Я дам тебе суп, если ты отдашь мне свое первородство». Исав не должен был этого делать. Он неуважительно отнесся к своему первородству. Поступился им. Может, поэтому Бог благоволил Киакову. Тем не менее, Иаков не должен был играть на слабостях брата. 27 глава. Иаков украл благословение первородного сына, когда его отец Исаак был при смерти. Он попросил Исава принести ему кое-что, чтобы он помолился и благословил Исава, что было очень большой привилегией. Это может быть не так важно для нас, но раньше для ребенка было очень ценно, когда отец молился о нем, как о первородном, и провозглашал благословение, которое не может быть отнято. Отец вас благословляет, и вы становитесь благословенным в глазах Божьих. Иаков с матерью обманули отца, зрение которого притупилось. Иаков выдал себя за Исава, и Исаак помолился об Иакове молитвой благословения. Теперь у него было благословение, которое нельзя было взять обратно. Но даже захватив благословение обманным путем, Иаков не стал лучше. Потом он стал пожинать то, что посел. Он ушел в другую страну и стал работать на своего дядю Лавана. Иакову понравилась одна из дочерей Лавана, Рахиль, и он захотел на ней жениться. Лаван сказал, «Ты получишь ее в жену, если проработаешь на меня семь лет». Так что он работал семь лет. В брачную ночь Иакова напоили, а утром он обнаружил, что рядом с ним лежит не Рахиль, а Лия, которая была менее красива. О, как он разозлился! О! Может, он пожал то, что посел? Удивительно, но многое с нами случается. Кто-то нас обхитрил, и мы вышли из себя. Но может, мы просто пожали то, что сами сделали много лет назад и даже не обратили на это внимания. А может, и нет. Конечно, это не вы. Возможно, кто-то из телезрителей. Лаван сказал Иакову, «Теперь ты будешь работать на меня еще семь лет, и я дам тебе Рахиль». В конце концов, он получил Рахиль. Но потом Иаков захотел уйти от своего дяди. Так что взял, что имел, и ушел. Затем им овладел страх при мысли, что Исаф может ему сделать. Скажу, что когда вы живете в обмане и лукавстве, то вами овладевает страх. И вы постоянно будете жить в страхе, что вас поймают. Мне нравится итоговая часть. В конце концов, он пришел к тому, что готов был разобраться с Богом. Может, кто-то из вас тоже готов это сделать. Может, если не из сидящих здесь, то из наших телезрителей. Но вернемся к 32-й главе книги Бытие. Я вам покажу, что это значит. О, это чудо! Я укладываюсь с проповедью вовремя. Впервые на этой конференции. Бытие, 32-я глава. Это прекрасно. Не пропустите. 22-й стих. Вспомните, Иаков боялся, что Исав его найдет. Иаков собрал дары Исаву, и потом обнаружил, что Исав на него не сердится. Но в конце концов, Иаков устал от своего обманного стиля жизни. Может, кто-то здесь тоже может сказать, «Я устал жить так, как жил. Я готов встретить Бога лицом к лицу». И что он сделал? Он встал ночью. Стих 22-й. «И взял Иаков, двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И некто, с большой буквы, в сноске сказано, что это было одно из проявлений Бога, боролся с ним до появления зари. У кого-то из вас была борьба с Богом. Кто-то, может, переживает это прямо сейчас. И некто, увидев, что не одолевает Иакова, прекрасное место. Коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И тогда некто, с большой буквы, сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Как это смело, не так ли? Иаков, обманщик и мошенник, набрался смелости бороться с Богом. Бог сказал, «Оставь меня». Иаков ответил, «Не оставлю тебя в покое, Боже, пока не благословишь меня». Вы этого не поняли. Кто-то понял. Хорошо, закончим. И сказал некто, «Речь идет о Боге». Как имя твое? Иаков сказал, будучи сам изумлен от осознания этого. Иаков. Раньше все знали, что значат их имена. Имя Иаков значило «хитрый», «ловкач», «запинающий». Иаков вдруг увидел себя в истинном свете, столкнувшись с Богом лицом к лицу. Иаков сказал, «Я не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Бог сказал, «Я не могу благословить тебя, пока ты не поймешь, кто ты такой». Я не могу тебя благословить, пока ты не осознаешь, кто ты на самом деле. И потом сказал ему, это 28 стих, «Отныне имя тебе будет не Иаков, запинающий, а Израиль, воин Бога, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И ангел Божий провозгласил благословение над Иаковом. Подождите, а это еще лучше. И нарек Иаков имя месту тому Пинуэл, лицо Божье, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу и сохранила жизнь моя». И взошло солнце, когда он проходил Пинуэл, и хромал он на бедро свое. Вот такая развернулась картина перед нами. Обманщик, жулик и мошенник, который устал от своей жизни, говорит, «Мне нужно разобраться с Богом». И он начал говорить, «Божий, я хочу, чтобы ты меня благословил. Я не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И Бог сказал, «Ты должен увидеть себя, кто ты». Это было что-то вроде покаяния. Иаков это понял, но Бог его оставил хромым. Иаков пошел оттуда со своим благословением, хоть и хромая. И знаете что? У нас всех есть хромота, у нас в жизни есть какое-то несовершенство. Я решила хоть и хромать, но с благословением. Я не уйду без него. Аллилуйя! Кто со мной? Божья любовь к вам не зависит от вашего поведения. И это потрясающая новость. Как бы вы себя не оценивали, как бы не разочаровывались и не злились на себя, помните, Бог на вас не злится. Настало время изменить свою жизнь. С надеждой, этой вдохновляющей силой перед вами могут открыться невероятные возможности, и в любую минуту с вами может произойти что-то хорошее. Что бы ни происходило в вашей жизни, доверьтесь Богу и надейтесь на лучшее. И в вашей жизни все начнет меняться. Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Джойс Майер. Смотрите в будущее с надеждой». Чтобы получить книгу от нас в подарок, заполните заявку на нашем сайте, на странице книга месяца, по адресу www.joysmayer.ru или сообщите нам об этом любым удобным для вас способом. Если у вас нет мира, не делайте этого, даже если все так делают. Я и вам это скажу. Я серьезно. Если у вас нет мира, не делайте этого, даже если все так делают. Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных, одеваем бедных и несем Евангелие всем народам. Посетите сайт joysmayer.ru Здесь вы сможете оставить свою молитвенную нужду, больше узнать о книгах и программах Джойс Майер и о том, как стать нашим партнером, чтобы нести любовь Христа всем людям. Субтитры создавал DimaTorzok Джойс Майер.